Как избавиться от проблем 19 января 1993 года Запись начинается не с самого начала. Люди постоянно спрашивают меня, как они могут избавиться от своих проблем. Всем кажется, что у них есть проблемы. Я продолжаю говорить, что никаких проблем не существует. Но вы рассказываете мне о своих проблемах. Все может идти так и все может идти этак, но все это не проблема. Вы хотите, чтобы все складывалось определенным образом, чтобы все было по-вашему. Вы хотите, чтобы все складывалось так, как вы привыкли, так, как вы считаете правильным. И этого никогда не случится. Жизнь идет только так, как она идет. Наше дело понять, что на самом деле представляет собой жизнь. Понять свою суть. Если у нас есть четкое понимание себя, то мы становимся самыми счастливыми людьми на земле. Тогда мы становимся сострадательными, добрыми и спокойными. Тогда нам больше не за что бороться. Мы больше не стремимся изменить что-то или кого-то. Мы оставляем все в покое таким, какое оно есть. Это касается и нас самих. Особенно нас самих. Мы прекращаем жалеть себя из-за того, что мы не имеем, того, что, по нашему мнению, мы должны иметь, или из-за того, что у нас есть то, чего, как нам кажется, у нас быть не должно. Люди хотят знать, что во Двайто-Виданте считается лучшим способом избавления от проблем. Пребывать в покое и сдать все Богу. Или проявить активность и самим сделать так, чтобы что-то произошло. Например, кто-то обманывает вас. Будете ли вы возбуждать против этого человека судебное дело? Будете ли вы предпринимать какие-то меры? Или вы просто будете сидеть в покое и говорить, пусть Бог позаботится об этом? Что вы будете делать? И то, и другое. И то, и другое ошибочно. Ученики смеются. И то, и другое предполагает, что вы деятель. Что вы можете что-то сделать. Что у вас в этом вопросе есть выбор. Что это зависит от вас. В действительности у вас вообще нет никакого выбора. Все предопределено и предрешено. Это означает, что все, что вы делаете, неизбежно должно было произойти. Другими словами, если вы сидите на месте и ничего не делаете, то это именно то, что вы должны делать, и ничто не сможет заставить вас что-то делать, независимо от того, насколько сильно вы будете пытаться. Если вы должны что-то делать, то ничто не заставит вас сидеть на месте. Вы будете идти вперед и делать все то, что вы должны делать. Но весь секрет в том, что вы должны понять, что вы не деятель. Что бы вы ни взялись делать, вы все равно не деятель. Вы все равно ничего не делаете. Что бы это ни было, не вы делаете это. Все происходит так, как оно должно произойти. Тун действует кармический принцип, который заставляет вас делать именно то, что вы делаете. Вы подобны марионетке, а кукловодом является карма. Многие из вас предпочли бы не слышать подобные вещи. Поскольку эго говорит вам, я деятель, я должен что-то делать, я сам принимаю решения, я сам для себя устанавливаю свои собственные законы, свои собственные правила, свои собственные порядки. Именно так вы думаете. Именно так вам кажется. Но то, что происходит, происходит в зависимости от кармы. С вами не происходит ничего такого, чего не должно было случиться. Единственная ваша свобода заключается в том, что вы сами выбираете, как реагировать на происходящее. И эта свобода у вас есть. Если вы будете правильно реагировать, то вы будете счастливее, чем вы можете себе представить. Я не говорю, что проблема будет решена так, как вам хотелось бы. Я просто говорю, что вы будете счастливее, чем вы можете себе представить. На этой земле нет никого, кто бы что-то делал. Вся вселенная – это театр кукол. Мы танцуем танец Шивы. Мы думаем, что представляем собой что-то важное. Но в действительности мы ничто. Ваша работа заключается в том, чтобы наблюдать, смотреть, чтобы видеть то, что происходит, и не реагировать на все то, что происходит. Но оставаться, оставаться отделенными от происходящего. Нужно отделять себя от того, что происходит. То, что происходит, происходит с я, с эго, но не с вами. С вами ничего не может случиться. Потому что ваша истинная природа – это Брахман, абсолютная реальность, чистое осознавание. Это то, чем вы на самом деле являетесь. Нравится вам это или нет? Да, вы – это Бог. Нравится ли вам это или нет? Заботит вас это или нет? Но вы есть Бог. Так что же вы собираетесь с этим делать? Все, что вам действительно нужно сделать – это знать, кто вы есть. знать самих себя. Не интеллектуально, не физически, а сознанием. Если вы сознанием будете видеть себя как Бога, то вы будете видеть всю Вселенную как самих себя. Все во всей этой Вселенной станет вами. Не будет никакого разделения между вами и вашими близкими, животными, минералами и цветами. Все будет одним. Они будут вами. Вы есть то. И тогда вы увидите, что в мире нет никаких реальных проблем. В мире нет никаких вызовов. Некоторым людям нравится использовать слово «вызов» для обозначения какой-то проблемы. Кто хочет вызвать вас? Нет никого, кто бросал бы вам вызов. Нет ничего такого, что вы должны были бы преодолевать. Нет ничего, с чем вы должны были бы бороться. Нет ничего, чего вы должны были бы достичь. И нет ничего, чем вы должны были бы стать. Все, что вы должны сделать для того, чтобы это произошло, это ясно видеть это. Просто ясно видеть это. Не через завесу, а ясно. Когда вы ясно видите это, вы становитесь тем, что вы видите. А сейчас у меня вопрос. Что вы видели все эти годы? Что вы видели? На что вы смотрели? Видели ли вы проблемы, отсутствие чего-то, ограничения? Чувствовали ли вы, что вас никто не любит? Чувствовали ли вы, будто что-то где-то неправильно? Это причина, по которой вы видите вещи в вне себя. Мир становится тем, что вы видите. И у вас есть свобода выбирать то, что вы видите. Это единственная свобода, которая у вас есть. Все остальное предрешено. Это не означает, что вы увязли в карме или что не имеет значения то, что вы делаете. Ибо все, что вы делаете, было предопределено. Это означает, что вы видите вашу жизнь в истинном свете и что вы стали свободными. Другими словами, вы свободны до такой степени, до какой вы можете видеть истину о вашем собственном истинном Я. О том, что вы действительно Брахман, Бог. Что вы есть то, что никогда не изменится. То, что постоянно. , если вы так видите себя на 20%, то вы свободны на 20%. Если вы так видите себя на 50%, то вы свободны на 50%. Если вы так видите себя на 100%, то вы свободны на 100%. Как вы можете оценить, каковы ваши успехи? Потому, как вы реагируете на обстоятельства, потому, что пугает вас, потому, что сводит вас с ума, потому, что вас злит, потому, что заставляет вас думать, будто что-то где-то не так. Это покажет вам, где вы находитесь. Если вы наполнены покоем и гармонией, то ничто и никогда не сможет причинить вам вред. Вы становитесь неуязвимыми. Но если вы верите тому, что вы видите, если вы верите тому, что вы слышите, если вы верите тому, что мир говорит вам, если вы верите, что все это правда, то вам придется испытать переживание всего того, что вы видите, чему верите и что слышите. Это же так просто. Поднимите голову к небу, и вы будете на небесах. Обратите свой взор к Аду, и вы окажетесь в аду. Что вы думаете о себе прямо сейчас? Действительно ли вы нравитесь себе? Цените ли вы себя? Не имеет никакого значения, в каком положении вы находитесь. Не имеет никакого значения то, что вы делаете в жизни. Вы не можете сказать, что вы нравитесь себе только потому, что у вас хорошая работа, потому что вы зарабатываете много денег, или потому что вы самый здоровый человек на земле. Все эти вещи не имеют абсолютно ничего общего с этим. Потому что вы – это не тело. Вы не тот, кем вы себя считаете. Отпустите все мысли о себе, неважно, хорошие они или плохие. Сейчас давайте рассмотрим все. Все, что когда-то беспокоило вас. Все, что когда-то причинило вам боль. Бросьте это. Поднимите себя как можно выше. Туда, где нет боли, где нет ни в чем недостатка. Нет ограничений. Это страна Будды. Это конец самсары. В стране Будды есть только умиротворение, покой и радость. Вы пересекли океан самсары, и прямо сейчас вы уже полностью свободны. Ваши тяготы были сброшены. Вам больше не придется повсюду тащить за собой вашу карму. Почувствуйте, что все самскары и кармы закончились для вас. Почувствуйте свободу. Вашу свободу от ограничений тела. Почувствуйте себя свободными от этого. Вы – это сознание, чистое осознавание. Вы охватываете всю Вселенную. Весь страх покинул вас. Как это прекрасно. Вы видите весь мир как сновидение. Он больше никогда не сможет повредить вам. Он бессилен. Единственная причина, по которой вы страдали прежде, связана с тем, что вы думали, будто этот мир реален, и реагировали на него. Но теперь вы начинаете видеть, что этот мир есть майя. Он подобен сновидению. И в этом сновидении вы являетесь тем, кто видит сон. Когда вы спите, вы пребываете в полном покое. Вы видите сон о войне. Вы воюете и получаете ранения. Вам ампутируют ногу. Вы испытываете самые разные переживания. Затем вы просыпаетесь, чувствуя себя обновленными. Вы долго и хорошо спали. Но вам снился сон о войне. Вам снились все эти переживания. Для вас это подобно тому, что происходит прямо сейчас. Весь мир, вся Вселенная, все то, что вы созерцаете – это ваше сновидение. И вы принимаете его за реальность. Именно из этого вытекает страдание. Вы принимаете мир за реальность, и вы реагируете на него. Но вы реагируете на сон. И до тех пор, пока вы продолжаете реагировать на этот мир, вы никогда не пробудитесь. До тех пор, пока вы думаете, что этот мир реален, пробуждение практически невозможно. Ловите себя, когда вы начинаете думать. Спрашивайте себя, кто думает. Будьте правдивы с собой и говорите «Я думаю». Но вы поймете, что вы – это не «Я». Таким образом, получается, что думает «Я», и это не имеет с вами абсолютно ничего общего. И вы говорите себе «Тогда откуда взялось это «Я»?» Если у меня нет абсолютно ничего общего с ним, то почему это «Я» здесь? Почему оно связывает себя со мной? Именно эти вопросы уничтожат «Я». И вы обретете абсолютную свободу. Вы должны научиться постоянно выпрошать внутри себя. Никто, находящийся вне вас, не сможет помочь вам. Все ответы находятся внутри вас. Вы сами и есть ответ. Почувствуйте, как это прекрасно. Все те ответы, которые вы искали, находятся внутри вас. Что бы вы ни искали, что бы вам ни было нужно, все это находится внутри вас. Все, что вам нужно, вы получили внутри себя. Погрузитесь глубоко внутрь себя. Не бойтесь отпустить. Больше ничто не сможет повредить вам. Когда вы так сидите здесь, тогда тают все те вещи, которые не допускали вас к вашему высшему благу. Почувствуйте, как это происходит. Почувствуйте, как прямо сейчас растворяются все эти вещи, которые так долго цеплялись к вам в виде болезней, отсутствия чего-то, ограничений, самых разных несчастий, в виде невежества. Почувствуйте, как это происходит. Вы божественны. Вы есть то, что всегда было. То, что всегда будет. Чистое осознавание. Абсолютная радость и покой. Вы не должны пытаться сделать так, чтобы это произошло, ибо это уже происходит. Нет ничего, что нужно сделать. Просто пребывайте в покое и знайте, что я есть Бог. Говорите себе «Будь спокоен, и знай, что я есть Бог». Не ваше эго, не ваше личное «Я», но «Я есть», который действительно является вами. Это Бог. Будь спокоен, и знай, что я есть Бог. Будь спокоен, и знай, что я есть Бог. Будь спокоен, и знай, что я есть Бог. Пришло время снова поиграть в игру «Поставь гору в тупик». Есть ли у нас здесь какие-то тупики? Мне кажется, что тут ничего нет, Роберт. Мы забыли пустить корзинку по кругу. В ней ничего нет. Сегодня нет никаких тупиков. Так что придется спросить, есть ли у вас какие-то вопросы. Да, у меня есть кое-что. Пару недель назад я упомянул нечто, на что я наткнулся. Я услышал нечто, что мне показалось важным, и чем больше я об этом думаю, тем более важным это мне кажется. Это про того ученика, который пришел к учителю. Я использую слово «учитель» с большой буквы, а не «учитель», потому что есть только один учитель. И ученик спросил его, живем ли мы с вами в одном и том же мире? И учитель ответил, «Да, мы с тобой живем в одном мире, но разница в том, что ты думаешь, будто ты живешь в мире, а я знаю, что мир живет во мне. Мне кажется, что тут все изложено буквально в двух словах». Да, тут все изложено в двух словах. Весь мир в двух словах. Кто-нибудь хочет что-то сказать, задать вопрос? Что-то сделать? Не должны ли мы начать строить ковчег? И это и есть ковчег. Конечно, это он и есть. Роберт, если все предопределено, то что происходит со свободной волей человека в творчестве и в литературе? Свободная воля человека заключается только в том, чтобы не реагировать. Единственная свобода воли, которая у нас есть, заключается в том, чтобы не реагировать на обстоятельства, человека, место или вещь. Искусство и литература сами позаботятся о себе. Это все подчинено закону кармы. Ваше тело находится здесь с определенной целью. В действительности ваше тело не существует. И поскольку вы думаете, что вы это тело, оставьте его в покое. И если вы оставите его в покое, то это будет сделано лучше, чем вы когда-либо могли бы сделать. Для чего бы вы ни пришли сюда, то, что вы должны сделать, будет прекрасно сделано. И при этом у вас не будет с этим ничего общего. Это случится само по себе. Если вы не думаете, что должны что-то делать, и что вы деятель, то вы не деятель. Если же вы деятель, то вы, соответственно, страдаете, потому что вы – это часть мира, которая не существует. Но если вы понимаете, что находитесь за пределами всего, что вы превзошли все, то все происходит само собой. Поэтому, что бы ни происходило, наблюдайте это и не судите это. Смотрите на это и не реагируйте на это. И тогда вы сделаете автоматически все то, что вы должны сделать. Сюда всех нас с определенной целью привела карма. Такова видимость. Таким образом, за счет того, что вы не будете ничего делать, вы найдете свое правильное место. Так трудно ничего не делать. Под ничего не делать, я подразумеваю, ничего не делать умственно. Держите ваш ум в покое. Не возбуждайте свое ум, думая о том, что вы должны что-то сделать, что что-то должно быть сделано. Удерживайте свое ум, так сказать, сосредоточенном на Боге. Сохраняйте его ясным и без мыслей. Успокойте свое ум с помощью самоисследования. Но вы увидите, что когда вы будете делать это, ваше тело само сделает то, что оно должно сделать, лучше, чем вы могли бы когда-то сделать это сами. Все будет сделано. Вы можете быть уверены, что это будет сделано, и вы не будете иметь с этим ничего общего. И это будет сделано. Попробуйте сделать это и посмотрите, что будет происходить. Попробуйте делать это, скажем, начиная с завтрашнего дня. Не думайте о своей работе. Не думайте о том, что вы будете есть, о том, во что вы будете одеваться в течение дня. Вместо этого попробуйте держать свой ум ясным и свободным. Вместо этого наблюдайте себя. И вы увидите, что вы встаете с постели, надеваете правильную одежду, вы съедаете свой завтрак, как вам и положено. Вы выходите в мир и делаете все, что вы должны делать. Но мысленно вы уже не часть всего этого. Ваш ум сосредоточен на Боге. Ваш ум сосредоточен на абсолютной реальности. Ваш ум сосредоточен на совершенстве. Ваш ум тих и спокоен. Тем не менее, вы будете продолжать делать все то, что вы должны делать. Вам больше никогда не придется смотреть на часы. Вам не придется следить за пространством и временем. Вы оставите все в покое, и все прекрасно произойдет само по себе. Попробуйте. Роберт, поднимаясь по утрам, я пытаюсь сохранить спокойствие, но в результате я просто застреваю. Кажется, что ничего не происходит. Я просто мешаю сам себе. как вы застреваете. Похоже, что я всего лишь дохожу до своего имени, но дальше этого дело не идет. что происходит после этого. И это именно то, что должно было произойти. Так что у вас все идет хорошо. Вы всегда хотите, чтобы что-то происходило. Ничего не должно происходить. Так что с вами все в порядке. Так держать. смех. Проблемы возникают у вас именно тогда, когда что-то происходит. Я всегда думал, что что-то должно происходить. Нет. Все наоборот. Ничего не должно происходить. Я не должен обрести реализацию? Смех. Нет такого понятия. Не ждите, чтобы что-то произошло. И тогда все произойдет так, как это должно произойти. Все это естественно. Если вы исследуете эту Вселенную с научной точки зрения, то увидите, что в ней нет места для того, чтобы что-то происходило. Потому что все уже произошло. Все уже сделано. Все закончено. Ничего не нужно делать. Нечему происходить. Большинство из нас галлицинирует. Мы считаем, что мы должны сделать так, чтобы что-то произошло. «Будьте счастливы. Пусть ваш ум будет в покое». На самом деле это уже произошло. Вы просто должны пробудиться к истине. Это процесс пробуждения. Этот процесс не связан с тем, что происходит. Это процесс пробуждения. Именно это я имел в виду, когда прежде говорил вам «Будьте спокойны и знайте, что я есть Бог». Будьте спокойны и вы будете знать. Вы будете знать, что нет никого, чтобы знать. Нет ничего, чтобы знать. нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok